МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на телеканале Милет, студия Альмаса Блакимова. Здравствуйте в этом выпуске. В Джанкое двойной праздник. Открыли детский сад и модульную столовую на территории лицея. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 детей. На его реконструкцию и оснащение выделили около 38 миллионов рублей. Новая столовая соответствует всем современным требованиям. Теперь в обеденном зале 100 посадочных мест. Гузель Мамбетова продолжит. Пусть дом будет полный, приветливых и хлебостольных. По доброй традиции, с хлебом и солью ученики лицея встречают гостей. Здесь открыли модульную столовую. Старое здание давно пришло в негодность. Делится повар школы Наталья Попова. Ребята завтракали и обедали в несколько смен. Новую столовую построили рядом с учебным корпусом. И соединили теплым переходом. В обеденном зале 100 мест. Колоссальные обновления. Мы вот 12 лет работали в таком здании, приспособленном. Ни оборудования, ни посуды нормальной, ничего не было. Работали как могли. Дождались мы этого дня. Открытие. И оборудование. Новая посуда. Такой проект реализуется в республике впервые. Теперь лицея соответствует всем современным требованиям. Построены были все послевоенный период школы. И требования эти далеко не соответствуют сегодняшним. Модульные спортзалы, модульные пищеблоки. Это тот путь, по которому мы будем идти, доводя все наше школьное образование до российских стандартов. А вот еще один торжественный и долгожданный момент. После капитального ремонта открыли Джанкойский детский сад «Одуванчик». У Зульфье Косымовой трое детей. Все ходят в сад за несколько километров от дома. Теперь ей не придется возить детей далеко. Детсад в шаговой доступности. Мы очень рады, что открылся садик. Тем более, прям тут рядышком с домом. Ну, с 16-го года мы стоим на очереди. Мои все трое деток пойдут сюда. За забором настоящее детское царство. Беседки, скамейки и даже спортивная площадка. Все это для детей. Строители сумели практически заново построить садик. Все новое. Сад был вычищен до кирпича. То есть здесь абсолютно все новое. Отопление, проводка, водопровод. У нас чистейшая канализация. Все у нас в норме. У нас все в порядке в этом отношении. Детсад начнет принимать детей со следующей недели. Теперь в Джанкойе нет очереди в дошкольные учреждения. Мы принимали активную часть для того, чтобы максимально сжатыми темпами все-таки запустить детский садик. Очень рассчитываем на джанкойцев, на демографический рост. Очень в это верим. Ну а дети здесь, я уверен, что получат новые знания, новые навыки, умения. На этом модернизация образовательных учреждений в Джанкойе не заканчивается. Помимо остекления и утепления фасадов зданий учебных заведений, в дальнейшем будут устанавливаться модульные спортзалы и пищеблоки. Гузель Мамбетова и Аким Бекиров. Телеканал Милет. Джанкой. Основатель Ялтинской ячейки, запрещенной в России экстремистской организации, задержан сотрудниками Следственного комитета. Несмотря на запрет организации судом, в 2017 году он продолжал собирать средства на ее работу. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полиции провели 13 обысков по месту жительства подозреваемого. У него была изъята незаконная литература и компьютерная техника. В настоящее время один из организаторов Ялтинской ячейки, запрещенной религиозной организации, задержан. С ним и иными лицами проводятся все необходимые следственные действия. В селе Внуково Черноморского района детям приходится добираться в школу самостоятельно. Преодолеть расстояние в 10 километров не к каждому под силу. Неделю назад их перестали подвозить на учебу на школьном автобусе. В чем проблема и когда она решится, знает Даут Чахалов. Эльмас Абкадырова – мать пятерых детей. Все они учатся в одной школе. После того, как подвозить на учебу на школьном автобусе прекратили, дорога в учебное заведение стала серьезным испытанием. Эльмас делится. Дети вынуждены добираться до школы с помощью соседей, либо на рейсовом автобусе. Пятеро детей. Все зависят от подвоза, от автобуса школьного. Объявили, что с 1 марта будет новый водитель. После 1 марта до праздника был водитель еще старый. И после праздника все, автобуса нет. Мы добираемся теперь на автобусе, на рейсовом. Ездить в школу на рейсовом автобусе дорого. Да и дорога до остановки, а это больше километра, небезопасна. Опасная зона – это, считайте, дорога, открытая местность. В любой момент машина не справилась с управлением. Я ответственность беру на себя. Но я хочу, чтобы мои дети учились. А так сидеть дома – это тоже не учеба. Сама школа находится в селе Красная Поляна, что в 10 километрах от Внуково. По словам директора учебного заведения Светланы Кокшаровой, подвоз детей приостановлен из-за увольнения водителя. Уже найдена замена. Вскоре новый водитель приступит к работе. Он принят, он работает. Он приходит на работу, автобус что-то посматривает, потом у нас в гараже порядки наводит. И остается только дождаться этой карточки. И все. Водитель есть. Но мы хотим еще и второго водителя, потому что у нас два автобуса. Как отметил глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, единственным препятствием для начала подвоза детей является ГЛОНАСС-карта, которой оснащены все школьные автобусы. Как только карта будет получена, дети снова будут ездить в школу на автобусе. Проблема будет решена уже на следующей неделе. Получение паспорта позволит вновь осуществлять этот маршрут для безопасности наших же детей. Руководитель учреждения образовательного, который допустил такую оплошность, конечно, уже привлечен к административной ответственности. Пока паспорт маршрута отсутствует, некоторые дети остаются дома. Учителя, войдя в положение школьников, которые не по своей вине не могут получать знания за школьной скамьей, перевели учеников на удаленное обучение. Уже совсем скоро школьный автобус снова приедет во Внуково и отвезет детей на уроки. На 80% готов мемориальный комплекс в поселке Сирень. Работы ведутся согласно графику. На объекте трудится почти 30 человек. Успеют ли открыть комплекс к 18 мая, расскажет Севиля Меметова. Шум техники и 30 рабочих. В музее мемориального комплекса Сирень вовсю кипит работа. Уже проложены все коммуникационные сети и закончены отделочные работы. Культовые объекты приняли свои очертания. Подрядчик приступил к благоустройству территории. Растения все адаптированы к крымской погоде. Хвойные в основном это кипарисы, туи, можжевельники красивые, дерны, липы. Они уже заказаны, ждем потепления и сразу же начинаем их высаживать. Комплекс начали строить еще в 2017 году. Но тогда недобросовестный подрядчик не справился с задачей. Спустя три года на объект зашел другой. Сейчас все работы ведутся даже с опережением графика. Сумма контракта 286 миллионов рублей. Объект возводят по республиканской адресной инвестиционной программе. Снаружи музей напоминает разлом в скале. А внутренняя часть сооружения приобретает форму железнодорожного вагона со звуковым сопровождением. Неугасимая боль утраты и разрушения. Этот объект станет огромным музеем под открытым небом. Общая площадь мемориального комплекса 2 гектара. Именно со станции Сюрень были депортированы тысячи жителей соседних сел. Ялты и Севастополя. Эта страшная трагедия никогда не должна повториться. Именно поэтому возведение комплекса значимое событие для всех крымчан. Ход строительства приехал проверить председатель Госкомнатца Крыма Айдер Типа. Сложности, по его словам, пока лишь с реставрацией надписи Сюрень и подъездными путями к комплексу. Видно, что подрядчик сам старается, переживает и много проявляет. Творчество согласовывает это с проектировщиками, с авторами проекта. И видно, что работа сдвинулась с места и ведется на хорошем уровне графики. Поэтому наша задача сейчас со своей стороны решить те вопросы, которые он сегодня поднимал. По проекту работы должны завершиться в конце года. Однако подрядчик стремится успеть до 18 мая. Севелия Миметова, Рамазан Аливапов, телеканал Милет, Бахчисарайский район. Строительство очистных сооружений в городе Саки продолжается. Эта станция поможет полностью решить проблему с очисткой воды в городе. Все оборудование автоматизировано, управление из административного корпуса. Как проходит строительство, расскажет Эдем Садиков. Экскаватора прокладывают путь для машин. Сварщики монтируют трубы. По ним жидкость попадает на насосную станцию очистных сооружений в городе Саки. Максим Андреев – бригадир. С мая под его руководством трудятся шесть рабочих. Что-то новое где-то, что-то на себя находишь. Вот, например, пластмасса. Мы с ней раньше не работали, но прошли обучение, аттестацию. И сейчас приступили к новым технологиям. Очистка воды проходит в три этапа. Только после этого ее сливают в море на расстоянии одного километра от берега моря. Один из самых трудных и долгих процессов – это биологическая обработка. Ее проводят в специальных зданиях. За раз они могут вместить пять тысяч кубометров сточных вод. Очистка воды будет проходить благодаря активному илу. Это содружество микроорганизмов. Обязательные условия жизни этих бактерий – это наличие питательных веществ и воздуха в воде. Подача уличного воздуха будет проходить благодаря этим трубам. Но прежде вода попадает на механическую обработку. Мы с вами находимся в здании главной насосной станции. Стоечные воды, попадая на очистные сооружения, проходят в механическую очистку. Это осуществляется за счет этой установки. Непосредственно это решетка и песколовка. На объект выделили 1 миллиард 570 миллионов рублей. На сегодняшний день освоен 1 миллиард 350 миллионов. Сам объект – это у нас строительство очистных сооружений мощностью 25 тысяч кубических метров в сутки. Разделено две очереди. Первая очередь – это 15 тысяч кубометров в сутки, вторая – 10. Первая очередь очистных сооружений планируется к завершению строительством и к запуску уже летом 2021 года. Строительство объекта начали в декабре 2016 года. К декабрю 2022 обе очереди будут закончены. По первой очереди готовность составляет 90%. Строительство ведется по федеральной целевой программе. Эдем Садиков, Дмитрий Низовой, телеканал Милет, Саки. Успеть ликвидировать несанкционированную свалку до конца апреля – такова задача коммунальщиков в Ялте. Работы проводятся в рамках программы благоустройства, а также подготовки к курортному сезону. Тему продолжит Сабина Дениева. Вооружившись пакетами, перчатками и граблями, коммунальщики начинают убирать несанкционированную свалку на выезде из Ялты. Минусовая температура Марселю Мартиросяну не помеха. Рассказывает, работы год от года меньше не становится. Без хозяев всегда так. Если хозяина нет, выводят мусорник. Вот и все. Пока специалисты точно не знают, сколько мусора нужно вывезти. Но спустя час две грузовые машины почти заполнены. В южной столице Крыма становится на одну свалку меньше. Одни бросают, другие убирают. Видно, что люди на протяжении долгого времени вносили мусор на привычное место. Посмотрите, чего здесь столько нет. Банки, бутылки пластмассовые, стеклянные, вентилятор, одежда и даже техника. Всего в Ялте и ближайших поселках работают три группы по 10 человек. Она же с воздуха не упала, вот это все. То есть, опять же, наши люди, наши люди вот это вот приносят, выбрасывают. Вместо того, чтобы мусорные контейнеры выкладывать, вот, пожалуйста, факт налицо. То есть, надо же было, там закрытый глухой забор, трехметровый или четырехметровый, оттуда человек не подойдет. Там закрытая территория. Скорее всего, отсюда несли вот туда вот. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Каждый из нас должен сам для себя решить, насколько важно и комфортно жить в чистоте. Я хотел бы поблагодарить наших коллег, потому что совместная работа депутата городского совета и администрации, вот она, на данный момент, как раз мы совместно этим всем и занимаемся. Чтобы наш город становился чище в рамках программы благоустройства, в рамках программы подготовки к курортному сезону. До конца апреля коммунальные службы планируют полностью ликвидировать несанкционированные свалки на территории от Гурзуфа до Фороса. Сабиня Дениева, Аким Бекиров, телеканал Милет, Ялта. На территории Крыма с началом весны стартовала подготовка к пожароопасному периоду, который начинается 1 апреля. Предотвратить распространение огня на большую территорию, минимизировать ущерб от пожаров должны лесопожарные формирования и станции. По результатам проверок будут составлены акты готовности к работе с указанием недостатков. Особое внимание было уделено состоянию и технической справности техники, а также знаниям и умениям личного состава к действию по тушению лесных пожаров. Тревыше их образование, карьерный рост и помощь людям. Мы продолжаем цикл сюжетов о наших соотечественниках. На этот раз в объективе молодой и перспективный специалист Исля Мусеинов. Он работает начальником отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя. Что входит в его обязанности, расскажет Сивиля Меметова. Первыми на сцену выходят обладатели красного диплома. Исля Мусеинов в ряду тех, кто закончил Казанский инновационный университет имени Тимирясова с отличием. По программе формирования управленческих кадров Республики Крым в 2018 году он поступил выше учебное заведение на специальность менеджмент в государственной и муниципальной службе. Образование поможет мне расти дальше, поможет и уже я применяю методы управления, современные методы подхода к решению текущих задач в администрации города Симферополя. И буду в дальнейшем все свои знания применять на практике. В Симферополе дипломы получает 40 крымских выпускников. Обычно торжественная церемония проходит в Татарстане. Но в этом году пандемия внесла свои коррективы. Студентов обучали основам государственного и муниципального управления. Вот это был уникальный образовательный проект, который осуществлялся во взаимодействии между Республикой Крым и Республикой Татарстан. Уникальность его заключается в том, что помимо образовательной составляющей была разработана еще и программа, которая включала в себя знакомство с достопримечательностями Татарстана, прохождение практики в ведущих министерствах и ведомствах Республики Татарстан. Работа Ислама Усинова в органах власти началась в 2015 году. Получив образование юриста, через год занял должность заместителя главы администрации Скворцовского сельского поселения. А 7 февраля 2019 года стал начальником отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя. По словам Ислама Усинова, в Симферополе сформированы более 10 мест компактного проживания и все они нуждаются в обустройстве. Проблем очень много накопилось. Мы знаем, тяжело давалось реабилитированным народам вернуться и обустроиться. Напрямую последние 4 года работа моя связана с вопросами обустройства реабилитированных народов. Ненормированный рабочий график – помощь людям каждый день. Все свое свободное время он старается провести дома со своими родными. Стараюсь максимально уделить время. Занимаюсь с уроками, с детьми. По возможности выезжаем. Дома его ждут трое сыновей. И каждый из них нуждается в отце. Средний сын Марат любит шить. Ислам поддерживает его и гордится успехами ребенка. Я люблю очень своего папу, потому что он все мне помогает. И пытается как можно больше поддержать. Каждый день, обретая новые знания и опыт, Ислам Усинов не останавливается на достигнутом. Севеля Меметова, Рамазана Левапов и Виталий Голубев. Телеканал Милет. Выходные на телеканале Милет. Главная информационная программа Крыма. Не пропустите. В субботу и воскресенье в 19.30. Итоги следующей Шулаковой. Крым меняется на глазах. Радует то, что очень много по Крыму, по Симферополе открываются сады. То, что у нас проблемы с детьми, потихонечку решается. Кардинальные изменения родного полуострова устами крымчан. Республика готовится отметить семилетие в составе России. Крымские журналисты прорывают информационную блокаду. Крыму, что мы не люди и мы не имеем права доносить нашу правду, нашу информацию. Ну, разве это демократично? С препятствиями, но голос крымчан в очередной раз прозвучал в ОБСЕ. Юстиция, культура и межнациональные отношения в Крыму. Настолько мы между собой, независимо от национальности, в силу служебных контактов, дружеских, личных каких-то. То есть, самое главное, это поддерживать и не поддаваться на провокации. Эксклюзивное интервью с вице-премьером Крыма Михаилом Назаровым. Вопреки санкциям, крымские продукты напрямую в Поднебесную. В Китае очень много потребителей, а в России очень много качественного товара. Продукцию крымских птицефабрик вино и эфирные масла начнут экспортировать в Китай. На этом все. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин